Ага, вопрос по поводу носовой поиски, вопрос коробки. Сейчас я найду материалку, чтобы ответить. А это тоже будет? Да, это тоже будет. Здорово. Нет, просто. Всегда лучше иметь не про серию. Конечно. Одного вида, как раз, хоростнообразие, короче, говорит на серию. Вот давайте, народ, вопрос один интересный, давайте вместе посмотрим. Все подойдите сюда. Зачем нужны такие огромные носовые полости? Это мы с вами решаемся, у нас очень короткие челюсти. А у большинства мреков челюсть, верхняя челюсть очень крупная. Но вот здесь специальный носовой полость для того, чтобы было видно, какая огромная полость носа. Какие предположения? Зачем им все хозяйство нужно? Хорошо, пожалуйста. Не уходите из хищников. А, разумеется. Смотрите на эту систему. Называется такая штука, понятная роза. Их две, левая и правая. Вот сейчас я вложу ее, как она там на самом деле находится. Вот так. А вот с этой стороны противоположная. И посмотрите, только очень аккуратно. Посмотрите, как она сделана. Вы видите, что это костерная пластинка тоньше бумажного листа. Да. А видите, она целая или это ажурнейшая сеточка с гигантским количеством отверстий. Ага. Ну, как по-вашему, суммарная площадь и поверхность вот такой маленькой деталь. Вот две крышки парты, свернутые вот в такой рулончик. Зачем это нужно? Ну, чтобы вышло. А здесь как раз сидят клетки абонентного эпителия. Вот часто такое, это разрастание верхнечелюстной кости и срочника, а называют такую структуру часто абонентная роза. Ну, действительно, на бутон роза похож. Вот, как бы, открывается бутон роза. Так, вот примерно то же самое у поросенка. Здесь снята не только носовая, но и верхнечелюстная. Вот носовой ход. Вот абонентная роза вот она. А почему можно его взять и подвести? Этой частью орды поросенок роют землю, а здесь нервные клетки. А бык? У быка вот в этой части находится совершенно могучая система расширения ноздрей. Представьте себе, при быстром беге, что необходимо сделать с количеством воздуха, проходящего в спорте. Увеличить. Значит, надо вот этот входник вот так растягивать. Просто у каждого отдела свои задачки. А теперь посмотрите вот на этот череп. Смотрите, какой формы здесь абонентная роза. Сравните толщину этих стенок и толщину вот этих стенок. Серые тюлени ныряют на глубину больше 100 метров. Какое там давление внешнего вода? 10 атмосферных. Каждые 10 метров дают лишнюю атмосферу. Если бы мягкий тюленью нос вот так продавливался бы вот в такие косточки, что бы с ними произошло? Ну, раскрашилось бы все на свете. Так что исключительно прочное. У остальных такого не бывает. И возникает заметнейший момент. Тюлень, когда ныряет, можно и складно закрыт, да, начинает прокачивать воздух через эти ходы. Это рождает звуковые волны, больше всего похожие на пение канарейки. Не голосовыми связками, а носовой полостью поет. По-английски серый тюлень так называют. Морская канарейка. Вот такие звуки. Я ответил на ваш вопрос, Коль? Классно, за работу.